Приезжают рабочие, забивают их деревянными чопиками. Уже мы сделали репортаж на эту тему, называется «Долина гейзеров Энгельса». Летный городок с прошлого года здесь разрытые траншеи. В трубах отопления едва теплая вода. Пока доходят до квартиры, еще больше остывает, признается Галина Лакомая. По словам горожанки, при этом платежки за отопление выросли. В них греются собаки, здесь уже родились и выросли щенки, бабушки построили им домики, то есть собакам хорошо. У нас батареи, соответственно, еле теплые, потому что мы отапливаем улицу. Ну а что остается, идет к нам. Проблем в округе много, говорят местные жители. В микрорайоне активно строятся многоэтажки. Старая канализация не справляется, и вода с фекалиями затапливает подвалы. А у нас подвальный подъезд, и мы дверь домофонную не закрываем, и мы дышим вот этими всеми испражнениями и всеми газами. Сейчас построили девятиэтажки, построили шестиэтажки, построили новый сад, будут строить новую школу, большую. Просто эта котельная и эта система канализации, она просто не выдержит, их нужно менять комплексно. Плюс вот эти 27 аварийных домов. Смысл там это все менять, вкладывать такие деньги и ресурсы, то есть по ним даже нет программы на сегодняшний день. Разобраться в проблемах сегодня приехали и региональные депутаты. Они же и собрали коммунальщиков с энергетиками. По словам Олега Алексеева, микрорайон загибается на глазах. Проблем накопилось столько, что и месяца не хватит, чтобы все решить. Недавно еще и ржавая вода потекла из кранов. Начинают говорить, что морозов нет, что лед на Волге, что активно идет распад, сероводород, везде такая вода. Я говорю, не, не, нет, подождите. Мы смотрим, а пишут, Энгельс, 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 Энгельс. Саратова нет, Вольска нет, Балакову нет, Маркса нет. Это те города крупные, где водозаборы стоят на Волге. Ну, значит, не совсем, мягко скажем, корректно интерпретируется то, что пишут люди. Завышенные суммы в платежках покровчане теперь требуют пересчитать. А 300 метров трубы энергетики обещали им заменить. Работы начнут, как отопительный сезон закроется. Но и возвращаться в холодные квартиры некоторые жители не торопятся. Говорят, на улице трубы горячее. А вот здесь, что дом, что на улице. Роман Базан, Олег Бирюков, Саратов, 24.